Министерство образования определило, победители и лауреаты каких олимпиад смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов. Речь идет о наиболее востребованных экономикой, специальностях и возможности привлечь самых талантливых школьников. В списке обладателей дипломов предметных состязаний в Бразилии, Казахстане, Великобритании, России. А вот какие преференции при поступлении получат победители национальных олимпиад Беларуси, знает моя коллега Анна Рублева. Анна, добрый вечер. Какие документы помогут во время вступительной кампании? Добрый вечер, Сергей. Фактически речь идет обо всех предметах школьной программы, включая иностранные языки. Английский, немецкий, испанский и такой востребованный сегодня китайский. Но в постановлении есть одна оговорка. Преференции получат обладатели дипломов первой, второй и третьей степени. И такие абитуриенты могут поступать без экзаменов, если предмет олимпиады является вторым предметом профильного вступительного испытания в ВУЗ. Столичные транспортники подсчитали потери от безбилетников. Ежедневно это 40 тысяч рублей. Это при том, что дневной объем продаж поездных эталонов составляет 400 тысяч рублей. Итого объем потерь 10%. Вместе с тем, главная мотивация покупки – это личная ответственность, а не только страх попасться ревизорам. Кстати, количество контролеров за последнее время увеличилось. Выросло в полтора раза в штате более 200 человек. А с 1 марта они работают без ярких жилетов и кроме удостоверения имеют при себе веб-камеру. Увеличился спрос на жилье. Это касается и жилой, и офисной недвижимости. В первую очередь на это повлиял сезонный фактор, но риэлторы возлагают большие надежды на лизинговые программы. Очевидно, что лизинг не будет составлять большую долю в общем объеме сделок, но все же подтолкнет многих к долгожданному приобретению жилья. В Минске на 20% увеличились расходы на экологию. В 2016 году они составили без малого 120 миллионов рублей. Эти деньги потратили на охрану окружающей среды от промышленных выбросов и защиту водных ресурсов. Такое увеличение расходов должно дать масштабный эффект. В целом позитивно сказаться на здоровье горожан, снизить расходы на здравоохранение и увеличить переработку мусора для вторичного использования. Торги на валютно-фондовой бирже демонстрируют устойчивую стабильность. Курс евро 2 рубля, доллара 1 рубль и 89 копеек. Сотню российских меняют на 3 рубля и 33 копейки. Такими были новости среды. Сергей. Спасибо. С обзором деловых событий дня была моя коллега Анна Рублева.